Добрый вечер, на счет космотелевидения, диалог о православии. В 2022 году в нашей стране будет отмечаться 350-летие со дня рождения императора Петра I. Этому событию посвящены очередные рождественские чтения, организованные Русской Православной Церкви. О деятельности Петра I, взаимодействии Церкви и Государства, о модном начисловии, секуляризм мы сегодня и поговорим. Отец имени, добрый вечер. Добрый вечер, с постом всех. С постом. Что такое рождественские чтения и зачем они нужны? Рождественские чтения – это организованное взаимоотношение между людьми православными и неправославными, между верующими и неверующими, между учеными, между священниками, между преподавателями, интеллигенцией, культурными людьми, принадлежащими к артистам. То есть это такое взаимодействие между многими слоями нашего общества для общего развития, для того, чтобы в церкви люди знали, чем дышат, живут, о чем думают люди в миру. В миру люди знали, о чем думают и молятся в церкви. И для общего развития духовного, нравственного. Создан такой вот форум общий для всей России, да и за границей тоже он проводится. Он организован был после распада Советского Союза, когда идеологическая власть уже изменилась, когда не было вот такого гонения на церковь. И когда стало возможным взаимоотношение церкви и государства, людей, не принадлежащих к церкви, с людьми внутри церкви находящимися. И каждый год задаются новые темы. Вот сейчас мы о Петре Первым говорим. Перед этим говорили Александр Невском и так далее. Да, Великая Победа была тема. Да, тем было много и каждый год они выставляются патриархом, потому что он возглавляет рождественские чтения. И мы проводим их в два этапа. Первый этап – это на местах, это в регионах. А второй этап – заключительный, завершающий. Он уже в Москве, там уже международное участие, присутствие. Священники, епископы, архиереи приезжают из-за границы в том числе. И это общение идет уже на общемировом уровне. Конечно же, для того, чтобы побольше людей узнали друг друга, познакомились, пообщались и узнали что-то интересное из истории и православия, и культуры, и каких-то других направлений жизни российского общества. Насколько вообще интересно, ведь святые отцы советуют заниматься священником, вообще каждому человеку заниматься собой. Насколько интересно монашествующим священникам вот такие формы? Ну, действительно, некоторые могут сказать, зачем вам это все нужно? Вот сиди, молись там в церкви, не надо тебе или в монастыре. Исполняй требы, литургию служи. Зачем ты выходишь на такой уровень? Это и телевизионный уровень, это и уровень… И в детских садах, в школах масса. Да, и в каких-то других общеобразовательных заведениях проводятся эти формы. Зачем? Некоторые могут задать этот вопрос. А для того, чтобы побольше людей узнало точку зрения верующих православных. Чтобы не было ощущения оторванности церкви от государства, верующих от неверующих. Чтобы все-таки мы жили взаимопроникновением таким государству и церкви. И это помогало жить и нам, и государству в том числе. Так как церковь за многие столетия взаимоотношений с государством уже много раз доказывала, что ее воздействие иногда являлось просто основополагающим и решающим. Например, вспомните патриарха Гермогена и польское нашествие. Без него не было бы Минина и Пожарского. И так далее. То есть таких множество. Или Александр Невский тоже. Какие он изменения произвел в жизни Руси. И сколько зависело от него, его верующего взгляда и его политики государственной. То же самое можно сказать и о наших временах. И сейчас такие же процессы идут. И церковь также влияет на государственные процессы, на политические процессы, на какие-то общественные процессы, на выстраивание мировоззрения нашего общества. Поэтому, конечно же, просто сидеть в монастыре и молиться – это хорошо и это замечательно. И об этом Иосиф Володский как раз говорил, что недостаточно монахам жить только монастырем. Нужно еще и в общество идти и там проповедовать. Ну, вспомним тех же апостолов. Они же не сидели просто где-то там в своем городе и там молились, служили литурги. Нет. Они шли по всей Римской империи, проповедовали и распространяли Церковь Христову на всю Римскую империю. Ну, если апостол Фома до Индии дошел, апостол Матфей в Африке проповедовал, апостол Павел до Испании и Португалии дошел. Представляете, как же тогда, почему они-то не сидели на месте? Нет, они шли, проповедовали. Фактически здесь вот этот в виде формы – это тоже проповедь христианства. Это, на мой взгляд, очень правильно. Насколько вообще тяжел проповеднический труд? Ну, действительно, многие думают, что это… Ну, что там, ну, пришел, поговорил, ушел. Но дело в том, что слово – слово рознь. Можно одно и то же слово сказать по-разному. И если человек говорит с верою, если человек с опытом духовной жизни говорит слово, то это совсем другое впечатление, это совсем другая реакция у слушателей. Либо просто взять с лица, прочитать заготовленный текст. Совсем другое впечатление будет. То есть даже вот по-мирски, вот как я сейчас объясняю, мы видим разницу. А если с точки зрения духовной, то, конечно же, сам Господь, в Евангелии мы читаем, сказал «Идите, проповедите всякой твари». То есть в этом есть служение Богу в проповеди христианской. И это… Ну, апостолы, например, их просто убили за это. То есть они пострадали до смерти. Ну, где камнями, да, побивали. Да. А сейчас вот священники, да, кто-то в колледж, например, приходит, кто-то все равно так приходит. Ведь не всегда же так вот хорошо воспринимают. По-мирски, да, всегда будут какие-то люди, которые будут ерничать, которые будут там как-то, ну, задавать какие-то вопросы такого… С насмешкой, да? С насмешкой, с подколкой, с какими-то другими намеками, да, которые, ну, не входят в тему беседы даже. И, конечно же, это трудно священнику переносить. Ему надо удержать внутренний свой мир в светлом, спокойном, ясном состоянии, чтобы донести все-таки то, для чего он пришел, до основной части слушателей. Потому что один-два провокатора попытаются сбить священника. Это с мирской точки зрения можно понять, как это сложно. А с духовной точки зрения мы к этим провокаторам, людям, добавляем еще бесов, которые точно так же мешают священнику говорить. И вплоть до того, что, ну, вот он пришел и вдруг забыл, что надо было сказать. Бывают и такие случаи. То есть нападки бесовские распространяются до такой степени. И это тоже тяжело. И потом бесы могут мстить за проповедь. Ну, как мы видим по житиям святых угодников Божьих, которые проповедовали, а потом бесы их просто били физически за то, что они проповедовали среди народов. Это известные факты из жизни святых угодников Божьих. И, наверное, все-таки для вас тоже потом такое чувство. Когда вас принимают, наверное, какое-то благостное состояние, остается потому, что, наверное, благодарные слушатели, это, наверное, для вас тоже как елей. – Да, аудитория, аудитория и рознь. И в одной аудитории ты беседуешь и видишь взаимопонимание и, так сказать, единомыслие. И тогда как бы едиными устами, единым сердцем мы все разговариваем. И от этого обретают все. И проповедник, и те слушатели, которые пришли на встречу. А бывают аудитории очень сложные, которые направлены вопреки проповеди. И тогда очень трудно, очень устает священник в таких ситуациях. И это радости не приносит. Это приносит печаль, жалость к этим людям. Потому что даже тот же апостол Павел, который мы читаем в Священном Писании, он же сначала гнал Христа, он сопротивлялся проповеди. Он даже шел в Дамаск, чтобы взять, так сказать, и привезти в Иерусалим для следствия, для суда, для того, чтобы наказать апостолов и его последователей. И только после обращения он сам стал проповедником. То есть, представляете, в зависимости от слушателей, также зависит на душе состояние души священника, что на душе у него остается. – Одна из задач проповеднических – это призвать чаще читать Евангелие. Вот сейчас предлагаю как раз прочитать под нашей доброй традицией Евангелие Воскресного дня. Те люди, которые, тем более, будут праздник святителя Николая Чудотворца. Я думаю, с вами в конце об этом скажем еще. И вот один из отрывков будет читаться. Я предлагаю вам его прочитать. Это от Луки, глава 17, стихи с 12 по 19. Да, прочитаем Евангелие. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему, «Стань, иди, вера твоя спасла тебя». Да, мы читали на русском языке, чтобы нам, телезрителям, было понятно. В храме, конечно, читается на церковнославянском языке. Кто такие прокаженные? Почему они не подходили к Господу, а издали, кричали? Ну, есть такая болезнь проказа. И она сейчас в мире присутствует. Она сейчас неисцелима. Прокаженных сейчас изолируют от общества, потому что они заразными являются. И сама болезнь очень тяжелая и смертельная, потому что человек начинает гнить заживо. То есть у него буквально отваливаются члены тела, то есть нос, уши, пальцы, руки. То есть страшно. Человек заживо сгнивает фактически. Мало того, это еще и заразная очень болезнь. Поэтому есть специальные такие места, лепрозория, где содержат прокаженных всю жизнь, пока они не умрут, потому что их нечем, и сейчас их нечем лечить. Нет лекарства, подтвержденного от проказа. А в те времена, представляете, 2000 лет назад, что с прокаженными делали? Их просто даже не изолировали. Их просто побивали камнями. Если они даже приближутся на более близкое расстояние к месту проживания людей, то есть к городу или к поселку, то их просто издалека камнями забрасывали, и они убегали в пустыню просто под страхом смерти. Ужасная жизнь. И чтобы прожить, им приходилось просить милостыню, но опять же издалека так, чтобы их не убили даже за милостыню. И вот здесь мы видим также 10 человек таких вот болеющих проказой больных стояли вдалеке от населенного пункта, который посетил Спаситель, и кричали издалека «Спаси нас, помилуй нас, Господи!». Это место и сейчас есть, и туда можно при этом в Израиле находиться место, и там пещера рядом с этим поселком. Не помню его название сейчас, не вспомню, но вот туда можно даже приехать с такой паломнической поездкой и посмотреть ту пещерку, где они жили. Там сейчас храмик сделан в честь 10 прокаженных. И, соответственно, эти прокаженные, ну, это страдальцы, которые, в общем-то, где-то эту болезнь подхватили по попущению Божию, может быть, за грех, может быть, за свой, может быть, за своих родителей грех, такое наказание понесли. И здесь они подошли ко Спасителю с одной просьбой исцелиться. Они наслышаны были о Спасителе, о Иисусе Христе, что Он исцеляет всех, кто к Нему обращается. И они пришли к Нему именно с этой единственной просьбой исцелиться. Почему Господь их не исцелил, а сказал, идите к священникам? На самом деле Он их исцелил. И именно поэтому послал к священникам. Дело в том, что были редкие случаи исцеления от проказы. Тоже чудесным образом как-то люди исцелялись. И в таких случаях им было предписано в Ветхом Завете показаться священникам, чтобы священники удостоверили всему народу, что они исцелены. И здесь мы читаем, Господь ничего не говоря, что они уже исцелены. Он просто говорит, идите покажите священникам. Вы уже исцелены. И они пошли. И для чего? Для того, чтобы легализоваться, как сейчас это называется, без такой справки от священника. Они не могли войти ни в одно из селений, их просто бы убили. А так как священники дают возможность такую войти опять в общество, им это Господь и преднаписал. И сказал, идите и это сделайте, как предписано в законе. То есть это по закону ветхозаветному делали все. Но здесь мы видим удивительно то, что Господь их уже послал исцеленными. Написано, что они по дороге очистились. Чтобы они не сразу не догадались. Но очищение, оно через какое-то время. То есть сначала человек болезнь проходит, а потом начинает с труппи отваливаться. Конечно, какое-то время должно было пройти. Естественно, то есть сразу они не смогли ощутить в себе исцеление, потому что, ну, представляете, язвы. Это же, они же должны, там, корочка, все это должно отвалиться. И они увидели это через какое-то время. И по дороге они очистились. Из них девять не вернулись. А вернулся только самарянин. То есть не иудей, не верующий. То есть самарянам отношение в израильском государстве было таким, как к людям второго сорта. С пренебрежением. И даже к ним прикасаться было запрещено иудеям. От этого осквернялись. Они считали, что осквернили даже от прикосновения к самарянину. Потому что они были иноплеменники, они другую веру имели. Ну, из этого всего происходило, что они не соблюдают закон Моисея. И, естественно, вот такое в нечистоте живут. И удивительно, что Господь исцелил и самарянина в том числе. То есть там были, значит, иудеи, и самарянина. Это было общество из многих людей собранных. Вот этих больных. Но вернулся только он. А остальные не вернулись. Удивительно. И этот вопрос и нас удивляет. Ну, как же так? Ну, вот ты исцелился. Ну, почему не вернулся к тому врачу, который тебя исцелил? Не поблагодарить его хотя бы? И здесь тоже может, наверное, такой момент иметь. Болезнь, да? Которая уже все. Конец всему. И она тоже, получается, объединила людей. И приняли самаряны иудеи. То есть они все вместе соединились. Да, они уже не, так сказать, не стеснялись и не разделялись на самаряны, иудеи. То есть вы что-то в любви прихвалили. Все вместе жили, да, потому что все терпели невзгоду. И им легче так было выживать. Потому что друг друга, я так думаю, помогали. Кто-то там костер мог разжечь, у кого руки еще были рабочие. Кто-то мог там что-то еще сделать полезное для общей цели, для выживания. И вот это вот как раз их и спасало. Но вот в выздоровлении они разделились. Вот как здесь очень ярко видно, что болезнь, она объединяет людей разных национальностей, сословий, вера, скорбь, тягота, немощь. Она объединяет. А вот когда все хорошо, все разъединяются, никто никому не нужен. Все, я уже самодостаточный. Ни Бог не нужен. Ни Бог не нужен, ни близкие не нужны. А что, вы же эти сами по себе, я сам по себе. Мне никому не нужен. Мне и так все хорошо. И вот это единоличие такое, так сказать, и нелюбовь к ближнему здесь очень ярко просматривается. Вот не сказано, да? Дошли они вообще до священников или нет? Я думаю, дошли, потому что иначе их бы не впустили бы в общество. То есть тут они были самим законом, так сказать, поставлены в узкие очень рамки, и они не могли его не исполнить. Иначе они были бы так отверженными и оставались бы изгоями. Ну, да, не сказано. Может быть, они так и остались отвержены. Может быть, они потом раз не поблагодарили, как это часто бывает, да? Может быть, у них еще и хуже какая-то болезнь? Ну, я думаю, эта болезнь у них в любом случае Господь исцелил. Господь не может дать потом забрать, да? То есть он им дал исцеление, но то, что они потом обрели, то есть, может быть, бесноватыми стали, может быть, еще что-то. Это здесь в Евангелии уже не сказано. Как Господь в дальнейшем их вразумлял и приводил к себе, мы уже не видим в евангельском тексте дальнейшей их судьбы. Но вот здесь это, собственно, нам и не нужно. Нам нужен именно этот факт, что, во-первых, Господь исцеляет неизлечимые болезни. Во-вторых, что Господу все равно самаренинты, иудеи, или негр, или там еще русские. То есть нет во Христе ни Эллина, ни иудеи, как апостол Павел говорит. Господь всех любит и ко всем относится одинаково, лишь бы была вера. Вот если вера есть, Господь помогает. Если веры нет, Господь, конечно же, тут уже выборочно верующему дает, а не верующему. Только если по молитве за него даст. Насколько вообще нужна благодарность Богу? По этой истории, конечно, нет этой истории. Но судя по тому, что самаренин к нему вернулся, Господь, он, наверное, с ним остался. Вот по вашей жизни, по практике, что бывает с теми людьми, которые даже входят к Богу? Ну и чаще всего люди, наверное, 90% приходят с определенными требованиями. Вот надо мне это, надо это. То есть диктуют определенные свои условия, что хотят от Бога. То есть не то, чтобы прийти и сказать, Господи, вот я и мои дети, возьми. То есть приходят и говорят, вот, там нужно хорошо учиться, чтобы свечку за здравие поставить. Что в таких случаях бывает? Даже если человек получает, и, как правило, часто получает по своей просьбе, что потом часто возвращается. Ну, я статистику не считал, то есть не было таких моментов, но я вижу, что часть, большая часть людей, приходящих к Богу, это всегда убегающих от скорбей, от каких-то напастей, тягот, старающихся найти выход из какой-то трудной ситуации. Вот они прибегают к Богу, просят у Него, и Господь отвечает, им помогает, и начинает, так сказать, улучшение жизни. Но часть из этих людей, я не могу сказать, там, 100%, 90%, там, 50%, но часть, ну, я думаю, половина, как минимум, не возвращается. Потом их поблагодарить. К сожалению, не возвращается. Почему? А то и больше. Почему? Потому что, ну, некоторые говорят, а это так оно само по себе произошло. Ну, да, я ходил, помолился, но произошло это не за... Это потому, что мне лекарство, там, например, дали какое-то. Или это потому, что я, вот, там, ну, бросил курить, например. Причем сначала человек, мне кажется, осознает, да, вот, помощь уже. Проходит день, два, три. Да, нет, 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 это случайность. Это вот из-за того-то, потому что вот так, а потому что это... Так сложились обстоятельства. Да, да, какой-то вот там человек встретился, работу мне предложил, да. Ну, это, да, при чем тут Господь? Это же человек мне... Спрашиваешь, а как, Господь тебе должен явиться с работой, что ли? Вот он пришел к тебе, сказал, вот, ты просил, я тебе пришел, на тебе работу, так, что ли? Нет, Господь и посылает человека. То есть он человеку через человека же и помогает. Через обстоятельства, через якобы случайные какие-то встречи, ситуации, откровения или еще что-то. Вдруг человек понимает, что надо сделать вот так, и тогда ты вот это получишь. Или надо выпить вот такое лекарство, и тогда ты выздоровеешь. Но это люди начинают отрицать и говорят, да нет, это ни при чем. Это мне врачи посоветовали. Это, к сожалению, очень частая ошибка, и, как правило, она приводит к дальнейшему опять потере. Ну, уже по другой причине. То есть опять начинает какой-то, знаете, как есть такая поговорка, либо пряником, либо кнутом. Вот пряником очень мало людей приходит к человеку, людей к Богу, все в основном от кнута. Поэтому приходит, кнут просит убрать, Господь убирает кнут. Но они не остаются, убегают, Господь опять кнут посылает. И так всю жизнь. То есть вот без кнута, как без сахара. Да, они благодаря Господу, как святые отцы говорят, да, человек сам себя от Господа отбегает. То есть когда человек благодарит, он сподвигает Господа на большие милости и благодеяния Ему. Чем больше мы с Богом общаемся, чем больше мы Него просим, тем больше Господь участвует в нашей жизни. Это есть такое заблуждение, до чего я у Бога буду просить. У меня и так вроде все хорошо, зачем я буду молиться. По мелочам, что беспокоить. Беспокоить. Вот само понятие, как это, беспокоить Бога. Вот человеческий рассудок, он иногда выдает такие ляпсусы, что трудно даже представить, как можно Богу, так сказать, присвоить беспокойство. Да Бог, Он не может беспокоиться. Бог, Он бесстрастен, Он покоен всегда. И Он только рад нашему общению с Ним, и чем больше мы с Ним общаемся, тем Ему радость не от этого. А беспокойство, что я попросил у Бога, чтобы Он помог мне в работе, или чтобы в семье помог, или чтобы в здоровье помог. Господь, Он всегда говорит, что обращайтесь, просите и дастся вам. То есть Он прям в прямую предписывает. Обращайтесь, стучите, отворят, ищите и обрящите. То есть это Его желание. Поэтому, когда человек говорит, я не буду Бога беспокоить, ну, это какая-то такая нелепая отговорка, чтобы не идти по пути духовного развития. Как можно поблагодарить Бога? Только молитвой и послушанием. Сам Господь говорит, что тот человек, который меня любит, он меня послушает. Господь хочет, чтобы мы Его любили, и поэтому мы должны Его слушать во всем. И поэтому отблагодарить Бога за то или иной дар, который Он нам предоставил, ну, самое простое – это прийти помолиться, там, благодарственный молебен подать, да, самому поблагодарить Господа молитвой, молитвенно. Но это только часть. Надо следующий шаг делать. Надо стараться в течение всей своей жизни от Бога уже не отступать и слушаться Его во всем. Тогда это будет благодарность за то благодеяние, которое Господь даровал человеку. То есть мы должны отдать свою жизнь Богу, как и мы читаем в Священном Писании. Там Господь просто ясно говорит «дай мне, Сыне, сердце Твое». То есть сердце – это средоточие души, это самая важная часть нашего естества. Поэтому в этой фразе мы видим, что Господь просит «дай мне все Твои мысли, желания, чувства, волю, делания и слова мне». Дай все это. То есть отдай самого себя мне. Такое как бы самопожертвование. И в этом, собственно, есть цель нашей жизни. Но некоторые скажут «а как же вот свобода воли, как это я так свою волю Богу отдам?» Да нет. Вы знаете, когда мы отдаем свою волю Богу, мы как раз и становимся свободными. Свободными от тех же болезней, печалей, от тех же невзгод. Мы свободными становимся от страстей, от дурных привычек, от неправильных поступков и ошибок. Мы становимся свободными. Потому что нам Господь тогда помогает и вразумляет, и подсказывает, как нам не ошибаться, как нам не делать плохих дел в этом мире. И тогда-то мы как раз и начинаем становиться истинно свободными. Почему? Потому что мы сотворены Богом. И кто как не творец, знает, что нам лучше творением Его. Это мы думаем, что нам лучше лежать на диване, пить пиво или еще что-то такое покрепче. А Господь говорит, что нет, не в этом счастье. Счастье совсем в другом. И здесь мы выходим как раз на то, что мы должны верить и доверяться Богу. Верить в Бога и доверять Ему. И тогда у нас вот эта внутренняя духовная свобода, она раздвинет границы нашего естества намного больше и намного интереснее жизнь станет, чем вот эта вот узость безбожного жития. Да, и таинство Евхаристии, да, как «благодарение» переводится? Да, «благодарение» мы принимаем величайшую таинство тела и кровь Христова. Мы принимаем через них обожествление, то есть мы становимся истинными детьми Божьими. И мы принимаем в себя Господа. Господь в нас начинает жить. И через это мы принимаем вечную жизнь, то есть мы становимся вечными. Не гиблими, не гиблющими, не подверженными страстям или аду, или смерти духовной. Мы становимся истинно свободными через тело и кровь Христова. Как же за это не благодарить? Это величайший дар, который ни за какие средства, ни за какие деньги, просто невозможно человеку достичь этого. Никакими человеческими силами. Только Божьей милостью. Да, и главная благодарность человека – как раз участвовать в таинстве, да, причастия. Это одна из просьб и законов в том числе, да. Господь говорит, тот, кто не вкушает тело и крови моей жизни, не имеет. Нет. И вкушает их в память обо мне тело и кровь. Тот, кто вкушает, в том буду я, и я того воскрешу в последний день. Это вот практически цитаты из Священного Писания. Если мы хотим быть воскрешенными в последний день Господом, мы должны иметь Господа внутри себя. только через причастие. Тот человек, который говорит, а Бог во мне, но не причается, не молится и не ходит в церковь, он сам обманывает. Сам себя обманывает. Господь, как там появятся? Там одни грехи у нас, там одни привычки дурные, одни, так сказать, злые и прочие навыки и страсти. Откуда там тогда Господь? Господь там, где нечисто, не пребывает. Мы должны очиститься и принять в себя тело и кровь Христова. Тогда Господь будет в нас. Да, кроме того, часто людям задаются таким вопросом, а зачем мне вообще священник нужен? Зачем посредник между моих отношениях с Богом? А как раз вот эта притча о прокаженных, как раз Святой Церкви говорит о том, что проказа, здесь как подразумевается, грех. И Господь не случайно их посылает к священникам. Так и сейчас, да, то есть священникам дана власть разрешать грехи, да? Ну, если аналогию проводить между проказой телесной и проказой духовной, что телесная проказа не лечится человеческими силами, никакими лекарствами. И также духовная проказа, то есть грех, страсть, не лечится человеческими силами или какими лекарствами, антидепрессантами или какими-то еще другими придуманными лекарствами Для психики Психоделиками Какими-нибудь То есть мы видим здесь аналогию Что Господь говорит Идите к священникам Что в смысле Болезни телесные Что в смысле болезни духовные К священникам идите Но болезни как Как грех Сначала бесы отнимают духовные силы А потом физические То есть причина болезни духовная Да, грех это причина любой болезни То есть мы болеем Из-за того, что у нас внутри Грех зиждется То есть мы в этом грехе пребываем И этот грех начинает проявлять себя Сначала на духовном уровне, а потом на телесном То есть вторично уже Воздействие этого греха На тело происходит Поэтому без священства Не происходит таинств Так Господь устроил, что священникам Он предоставил в лице апостола Петра Ключи от Царства Небесного И ему четко сказал Через апостола Петра и других апостолов Всем его последователям Апостольского служения То есть епископам, священникам То, что вы свяжете на земле То будет связано на небе То, что вы разрешите на земле То будет разрешено на небе Это он апостолам дал А апостолы это передали своим последователям В том числе и сейчас Которые из поколения в поколение Из рук в руки передавали это Через рукоположение По цепочке Вот и до нас дошло Этот дар Божий Который был вручен апостолу Петру Он дошел до нас через священство И без священников таинства не совершаются Никакое Ни исповеди Ни причастия Ни соборования Ни венчания Никакое Ни крещения Таинства не совершается без священника Поэтому и сейчас Господь говорит так же Покажитесь священникам И если человек уже пошел В сторону священников показаться Господь уже ему начинает помогать И исцелять Да, как бы человек не раскаивался В совершенном проступке Все равно на нем остается грех Пока его не разрешит Как вот апостолу Петру То, что ты разрешишь на земле Ты разрешишь на земле Будет разрешено и на небе Уже Богом Но здесь, в этой цепочке Мы видим, что должен стоять Священный сан Между человеком и Богом Священный сан необходим Присутствует Для того, чтобы вот это Совершилось таинство Таинство разрешения И это не посредничество Это служение То есть Господь поставил На это служение Апостола Петра Которого потом распяли На кресте за это Его убили просто за это И сейчас священники Также несут это таинство Несмотря на свои какие-то Скорби, болезни Они все равно Это исполняют И трудятся И несут это И передают Из поколения в поколение Поэтому, конечно же Почему этим не пользоваться Тем более Ничто не препятствует Нету ни гонений на церковь Нету никаких-то там Препятствий Прийти к священнику То есть есть храмы Есть монастыри Есть огромный выбор Но не нравится Вот здесь там Священник Ну иди к тому священнику То есть это Совершенно свободно сейчас И нечем оправдаться Людям, которые не хотят Воспользоваться Этой возможностью Нечем оправдаться Будет пред Богом Господь спросит А почему ты не пошел К священнику Я же посылал Чего ответить От апостола Петра Его последователь Вернемся К другому Петру Петру Первому Тема этих рождественских чтений Называется К 350-летию Со дня рождения Петра Первого Секулярный мир И религиозность Секулярный мир Какое-то слово такое Секуляризм Что это? Да, не выговоришь Но секулярный мир Это мир без Бога Это гражданское общество Живущее по гражданским законам По мирским законам Где законы Божии упразднены Для нас это 20 век Да? Вот такой вот показатель Нет, это из Петра Первого Пошло-то То есть он заложил Для нас просто Какой-то пример Яркий пример Да, это вот Допустим, революция Там 17-й год Когда церковь была отделена От государства Когда конституция появилась Вот что такое конституция? Это подмена заповедей Божьих Если раньше люди У них были основные законы жизни 10 заповедей То потом Нет, мы вот это все убираем Это вы сами как там верующие Как хотите живите А мы не верующие Мы сами себе создадим законы жизни Какие? Конституция Вот это и есть секулярность То есть отделение гражданского мира От мира церковного Вот это разделение Оно, конечно же Ну, представьте Вот тело человеческое Если взять его и разделить Вот здесь я живу По одним законам А здесь я по другим живу Ну, это будет Так сказать Раздвоение личности Да? Как минимум И человек Ну, здесь он будет лечить себя Например, если телесно взять Да, разделение Он там Ну, заболел у него желудок Язву там Или диабет То есть он пьет лекарство От язвы От диабета А потом Ест все подряд Что эту язву Опять провоцирует Или этот диабет Тоже Ну, нельзя так Жить по двум законам В одном теле То есть один закон нужен Либо ты лечишься Либо ты калечишься Так же и В смысле Секулярного общества То есть Здесь я верю То есть в церковь прихожу Я верующий Из церкви выхожу В гражданского общества Я уже не верующий Я по другим законам живу И хорошо, если эти законы Не противоречат заповедям Божьим А ведь в советские времена Были законы государства Которые противоречили Заповедям Божьим То есть они Закрывали церкви Они гнали людей И верующих И различными методами Пытались их устранить Устранить Легализация абортов Аборты Свободные браки Как это назвать сейчас Гражданских Нет такого понятия Гражданский брак Это роспись Это в ЗАГСе Расписался Это гражданин Гражданский брак Все остальное блуд Да Все остальное это блуд Это прямое нарушение Заповедей Божьих Хотя вот В секулярном мире Это можно Жить на 3-4-5 семей Можно Аборты Можно Пьянки Наркоманы Можно Ну я же для себя Я же никому Одежды Да Различных этих видов Огромное количество Вот Борьбы С Божьими заповедями Вернемся к корням Откуда все это пошло Это Петр Первый Почему сейчас Такое внимание Вообще И к Петру Первому Ну Петр Первый Он был такой личностью Очень харизматичный То есть очень энергичный Был человек И в какой-то Своей степени Любил Россию И старался ей Приумножить богатство И государственность Укрепить Он и флот Мы Яркие примеры Да Что он создал флот Он создал армию Он создал Там Артиллерийские Различные подразделения Он создал Массу Каких-то Организации Там Науки Культуры То есть фактически Все, чем мы сейчас живем Да Это все Было создано В его время Но Это он Часть Взял Конечно Западного Общества Уже на тот момент Секулярного То есть он Оттуда это все Привнес сюда Вопреки своему отцу Алексею Михайловичу То есть отец Как раз Все поддерживал Его Именно В полном согласии С церковными Заповедями Раньше была Патриархальная Россия Да С патриархом С жизнью По законам Церкви А вот Петр Первый Вот в этом плане Почему-то взбунтовался И решил отделить И он решил Себе в подчинении Церковь-то И что самое страшное Он сделал Это Он упраздил Патриаршество Все говорит Патриархов Теперь не будет Теперь Государь вместо Патриарха Теперь церковь Подчиняется Государству Через Оберпрокурора Через Священный Синод То есть Чиновники На оплате У государства Ну вот как сейчас Есть министр культуры Есть министр Здравоохранения Вот тогда был Министр Церкви Оберпрокурор Его назвали Вот этот Министр церкви Можно так назвать Да Условно Вот он Управлял церковью Но подписывал Указы Конечно Императора То есть Даже Вот у нас В архиве Сохранились Различные Указы О назначении Диакона Священников В наш монастырь Вот сегодня Буквально Я читал Что Петр Послушник Монах Петр Пока Отказан ему В диаконстве Потому что Еще не готов Указ Его императорского Величества Подписан Там Каким-то Секретарем Вот Понимаете Даже там Диакона Нельзя было Назначить Церкви Без Оберпрокурора Без Священного Синода Но это Это уже Совсем Не в моготу То есть Это уже Насилие На церковь Церковь Она Должна жить По своим законам Не по государственным Потому что У церкви Законы Божьи Которые были Установлены За тысячи лет До Рождества Петра Первого И почему Петр Первый Вдруг Ни с того ни с сего Решил Эти законы Отодвинуть А поставить Свои законы Но это Наверное Только Господу Так сказать Известно Мы этого Не знаем Почему он Вдруг Вот такую Революцию Сделать В духовной Жизни России Но к чему Это привело Мы знаем Это В дальнейшем Различные Общества Неверующих В виде масонов В виде Других ячеек Которые Поставили Своей целью Уже И дальнейшее Преобразование То есть Петр Первый Убрал патриарха А эти общества Сказали Зачем нам император Давайте императора Теперь уберем Мы будем править Вот общество Так сказать Людей Которые Создадут парламент Какую-то там Парламентскую республику То есть Дальше Развитие Пошло Этой идее Что Главенство Убрали Духовное А теперь Убираем Главенство Государственное И делаем Демократию 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 К воду Да И к чему Это привело К революции К полному Краху К сожалению И мы Только чудом Божиим Выбрались Из этого Кошмара Революционных Так сказать Изменений И убийства Сколько там Миллионов людей Погублено было А заложил Это Петр Первый Вот как это Не странно Насколько он Был такой Противоречивой личностью То есть С одной стороны Он строил Государственность С другой стороны Он ее Заложил Такую бомбу Которая В итоге Привела К разрушению Государственности И вот Это Исторические факты С ними Не поспорить Но Надеюсь Он в конце Своей жизни Все-таки Раскаялся В каких-то Своих согрешениях Вольных И невольных И в том Что он Пошел против Церкви Но так как Он это сделал И внес Это в государственные Устои То это потом Его все последователи Императоры Они это все Так же продолжали До Николая Второго Мы знаем Что патриарха Тихона При Николае Втором Только Было Разрешено Избрать На патриаршество Вот Во время Революции Фактически Лозунг Наверное Всех народов Всех веков Рабы не мы Мы не рабы Можно ли быть Не рабом Это невозможно В этом мире Быть Не рабом Но Вот Если Мать Рождает Своего Ребенка Она же фактически Как бы В рабстве У ребенка То есть Она должна Его родить Это мучения Это Внутриутробный Период Это Потом Кормление Это Многолетнее Воспитание Со всеми Так сказать Плюсами И минусами Там же Очень много В том числе Невозможно Даже поспать Выспаться Невозможно Матери Особенно Когда Маленький Ребеночек Он плачет Через 2-3 часа Его надо кормить И ночью И днем И это все Рабы Наверное Легче им жить Чем матери С малолетним Ребеночком Если брать Семью То Подчинение Детей Родителям Это тоже В какой-то степени Рабство То есть Это послушание То есть Иерархия Да Что мы понимаем Под рабством Здесь надо Разобраться В этом термине И Когда мы Говорим В общем Так сказать Глобально То Мы либо Послушаемся Богу И становимся Его рабами Сначала Потому что там Целая лесенка Да Мы В Евангелии читаем Вы Рабы Божьи Да Если слушаетесь Его Из страха Да Наказания Если вы Уже Соучастники Божьего промысла И уже Понимаете Раб-то он не понимает Что делает Господин Как в Евангелии написано А вот Соучастники Вы друзья Божьи Вы Его Соратники Да Вы уже Понимаете Что делаете Это уже Другое качество Это уже Из рабского Вышел Человек Состояние А потом Господь говорит Вы Дети Божьи Потому что Дети Родители Слушаются Не из-за Страха А из-за Любви Вот Здесь мы Приходим Что Через рабство Надо пройти Чтобы стать Чадом Божьим Но если Человек Не хочет Допустим А что это Я должен быть Рабом Божьим Тогда он Остается Рабом Беса Рабом Греха Рабом Страстей Что Под этим Подразумевается Берем Алкоголизм А я вот Пью В свое удовольствие Никакого рабства В этом нет Да Ты пьешь Год Два А потом К чему приходишь К рабству Ты уже без этого Не можешь И ты идешь Уже на все Ухищрения Лишь бы тебе Выпить Ты уже Раб Этой страсти Я уж не говорю О наркомании Там рабство Еще более жесткой Степени Или чревоугодие Когда человек Просто По ночам встает Идет к холодильнику Чтобы поесть Он спать не может Без того Чтобы не насытить Свои чрево Это уже рабство Ну и так далее И с каждой Страстью Это точно так же Или гневливость Вот Чуть чего Вспыхнул Как спичка Наорал Накричал Там разругался Со всеми Потом Пришел в себя Думал Да что же я такое натворил Пошел у всех Просить прощения Потом опять Вспыхнул Опять все разрушил И так То созидает То разрушает Это рабство Гнева Рабство Гнева Потому что Ты не можешь Ему противостоять И так далее Если любую из страстей Взять Или уныние Но это Это ли не рабство Везде рабство Да У нас Быстро Передача завершается Уже осталось всего Полтора минуты Вам заключительное слово Передачи И наверное Заранее вас поздравляем С престольным праздником Скоро 19 декабря Будет день святителя Николая Да Великий раб Божий Святитель Николай Угодник Божий Его будет память 19 воскресенья Всех приглашаем На наш престольный праздник Наш монастырь Является Никола Берлюковский Он в честь святителя Николая назван И он покровитель наш Всех приглашаю Помолиться вместе с нами Пройти крестным ходом Округ монастыря Ну и всем помощи Божией И светлого поста Ну и в любом случае Надо всегда нам всем Жить с Богом С государством Церковь Все равно пусть все будет Но в Боге Но в Боге Да Благодарил святую мнение На сегодня все До свидания Спасибо Спасибо До свидания Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин